МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! Прямо сейчас о том, что ждет вас сегодня в выпуске. Вслед за Дахаевым в Дагестане задержаны сотрудники регионального УФСИ. Сменить профессию после 50-ти почему бы и нет? Дагестанские пенсионеры осваивают новые специальности. В преддверии нелегкого поединка за титул чемпиона мира по ММА поборется российский боец смешанного стиля Газават Сулейманов. О подготовке спортсмена сегодня в выпуске. В Дагестане задержаны сотрудники регионального УФСИ. По информации ряда источников, среди них начальник исправительной колонии номер 7 Рабадан Алибулатов, начальник лечебно-исправительного учреждения номер 4 Махачкале Алигаджи Магомедов, начальник СИЗО номер 1 в Махачкале Дауд Давыдов. Эксперты связывают данные мероприятия с недавним арестом начальника главного управления ВСИН по Ростовской области Муслима Дахаева, которого сотрудники спецслужб задержали 13 ноября по подозрению в разглашении гостайны. В тот же день его заключили под стражу на два месяца. В Дагестане работник прокуратуры уволен за пьяное вождение. Главный прокурор республики Алексей Ежов уволил заместителя прокурора Табасаранского района. Несколько дней назад он был задержан в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. При этом нарушитель отказался проходить процедуру медицинского освидетельствования. Инцидент получил широкую огласку в местных СМИ. Следом и реакция вышестоящего начальства не заставила себя долго ждать. После крупного пожара на Тарнаире в Махачкале проверят все рынки. Для этого в городе будет создана специальная комиссия. Проверить в торговые точки поручил мэр Махачкалы. По словам городоначальника, среди 12 рынков нет ни одного государственного, все частные. Владельцы зачастую игнорируют меры безопасности, что и приводит к ЧП. К примеру, на Цумадинском рынке за 2018 год произошли четыре возгорания. Рабочая комиссия проведет полную проверку торговых точек на предмет наличия всей необходимой документации. Как отметил Гадаев, при обнаружении нарушений, хозяевам частных рынков будет дан месяц на их устранение. В противном случае рынок закроют. Сейсмоопасное жилье будут сносить. Минстрой России внес соответствующее предложение. По данным ведомства, федеральный бюджет ежегодно выделяет средства на сейсмоусиление. Но на практике экономически уже нецелесообразно это делать. Вместо этого о сейсмоопасных регионах строят новое жилье, детские сады и школы с уже укрепленными фундаментами. Всего в зону сейсмического влияния попадают 27 регионов России. Большинство домов в этих субъектах построили в 60-е годы и ранее не укрепили фундаменты должным образом. В Дагестане собрали рекордный за последние 30 лет урожай винограда. Валовый сбор солнечной ягоды в регионе достиг 189 тысяч тонн, что на 11 тысяч тонн больше показателя минувшего года. При этом и урожай оказался выше показателя рекорда 30-летней давности. Тогда, в 1990 году, аграриями республики было собрано 185 тысяч тонн ягоды. Лидерами по производству винограда в этом году стали традиционно Дербенские, Каекенские и Макрамкенские районы. На их долю пришлось больше половины всех сборов республики. Сменить профессию можно и после 50-ти. Граждане предпенсионного возраста продолжают обучаться новым специальностям в рамках проекта «Старшее поколение». Подготовку участники прошли уже по нескольким направлениям, такие как портье, ораторское искусство, стропольщики и другие. На данный момент проходят курсы по сервису и туризму. Учащиеся уже разработали туристический маршрут. Все подробности у Патимат Ханаповой. Житель села Бешта Цунтинского района направление «Туризм» выбрал не случайно. Шихмагомед Шихмагомедов в студенческие годы не раз организовывал туры со своими сокурсниками. Участие в федеральном проекте «Старшее поколение» признается, помогло осуществить его давнюю мечту – стать гидом-экскурсоводом. Как бы говорят, люди, которые ездят часто на природу, где-то разные места увидят, они еще дополнительно пять лет себе добавляют. Это факт. Потому что человек отвлекается от всего городской суети. Вот ознакомить в первую очередь свой контингент, свой Дагестан не только городом, Дербентом, другие города и горными районами. У нас очень интересные места из горных районов. В ходе занятий граждане предпенсионного возраста обучаются презентовать новый маршрут, оформлять и обрабатывать заказы, подбирать пакетный тур по интересам клиентов. Прогулка по Махачкале разработан слушателями под руководством тревел-эксперта. Продолжительность его по столице составит около 7 часов. Этот маршрут, сегодняшняя прогулка по Махачкале, был разработан именно, предложение поступило с их стороны провести целый день в таком другом совсем формате, новом для нас. И мы решили опробировать такой формат. Совместно обучение, плюс отдых, плюс единомышленники, слушатели. В таком формате мы его проводим. У нас включены сегодняшний маршрут и исторические объекты, культурные объекты и экономические объекты. Сегодня туристам удалось прослушать историю мечети, являющейся одной из древнейших мусульманских сооружений Дагестана. Посетили старейшую улицу города Улубия-Буйнакского, русские и аварские театры, природный памятник Таркитау, Махачкалинский международный торговый порт и другие объекты. Напомним, что обучение для всех лиц предпенсионного возраста по проекту «Старшее поколение» проводится бесплатно за счет средств федерального бюджета. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Махачкала. В Махачкале прошел четвертый республиканский фестиваль русской и дагестанской сказки. Ставший традиционным, он проводится уже четвертый раз. Организаторы мероприятия «Центр русского языка и культуры» приурочили его ко Всемирному дню ребенка. Участниками стали учащиеся школы и коллективы творческих кружков. Обычная сцена превратилась в креативную театральную площадку. Актерами были ученики младших классов, а режиссерами и их классные руководители. Сказочные интерпретации, яркие фольклорные и национальные костюмы, юные таланты распахнули двери в мир чудесных сказок. В этом году мы проводим четвертый фестиваль республиканский, который называется фестиваль русской и дагестанской сказки. И проводим мы его в канун Международного дня ребенка. И надеемся, что любовь к русской и дагестанской сказке поможет решить много, множество, ну назовем их так, социальных проблем. Например, мы говорим о том, что наша молодежь мало читает. А ведь любовь к чтению нужно прививать с раннего раннего детства. Фестиваль сказки проходит уже в четвертый раз. Если три года подряд он назывался фестиваль русской сказки, в этом году это фестиваль русской и дагестанской сказки. С каждым годом расширяется. Это приобщение к культуре, если раньше это было только русской сказки, то есть к русской культуре, теперь еще и дагестанской сказки, дагестанской культуре. Я и мой класс, мы участвуем первый раз. И постановка наша называется «Гуси и лебеди». Мы выбрали специально эту сказку, потому что тут очень много ролей, чтобы весь класс мог участвовать, чтобы они были сплоченными, дружными. И я думаю, когда весь класс, коллектив вместе, это все-таки дружба. Для нас главное участие, а не победа. Мне понравилось больше всего, как мы выступали. Это было очень красиво. Наша сказка, независимо от того, какой народ она представляет, какому народу она ближает, она учит нас быть добрыми, учит любить своих родителей, своих близких. Российский боец смешного стиля Газоват Сулейманов поборется за титул чемпиона мира по ММА в китайской организации «Рэбл». Сулейманов принял бой на коротком уведомлении и вплотную приступил к подготовке. В тренировочном лагере бойца побывал Камиль Девятов. Воспитанник заслуженного тренера России Зайналбека Зайналбекова готовится к титульному поединку. Выступать по правилам ММА ему не впервой. За плечами колоссальный опыт и титул чемпиона мира среди профессионалов по тайскому боксу. Газовату заполучить титул может помочь только стремление к победе, физическая выносливость и спарринг-партнер Закаря Мусагаджиев. Закаря – тренер по ударной технике, который работает с Сулеймановым на протяжении уже нескольких лет. Будем отрабатывать удары тайского бокса, бикбоксинга, чтобы со стойки лучше увидел бой и чтобы контролировал бой со стойки. А в партере у него все в порядке. Мы работаем больше комбинаций, как называется, кресты. Руки, ноги. Если соперник усомнится в подготовке и техническом арсенале нашего бойца, то в этом случае его ожидает резервная заготовка – мощный боковой. Россианин принял бой на коротком уведомлении. Турнир бойцовской лиги «Рэбл» пройдет в Москве, на родине спортсмена. Отказаться от такого предложения Газава Сулейманов не мог. Я сейчас в хорошей форме, но думаю, что еще больше месяца, еще в лучшей форме буду и шала. Думаю, подойдем в хорошей форме к этому бою. В данное время я являюсь чемпионом мира по тайскому боксу. Сейчас хочу стать, овладеть поясом «Рэбл» и вся организация «Рэбл» Сипа и «Рэбл». Это «Рэбл» лига очень знаменитая в Азиатске, в Китае. Они проводят очень хорошие бои, у них дерутся очень перспективные бойцы. И у них этот турнир, получается, первый будет в России. Тем более Газава с Россией представляет нашу московскую крепость. И нам очень важно, нам и россиянам, чтобы он был первым, кто подрался в России и завоевал пояс. Он дерется за пояс в этой лиге. Но мы вышли на коротком уведомлении, нам предложили бой. И мы как бы согласились, потому что не хотим упустить этот шанс. До поединка остается меньше двух месяцев. Спортсмен чувствует большую ответственность. Нельзя подвести команду, болельщиков и страну. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова